К чести Седрика Агнио, он сам напросился на этот бой, но Сергею нужно, прежде чем он дойдет до объединительных боев со звездами этой весовой категории, ему нужны бои вот хотя бы такого плана. Какие шансы у Агнио против Сергея? Многие считают, что шансов мало. Кое-кто из обозревателей с богатым воображением представили этот бой как бой Цыпленка против Коброй. Цыпленок, то есть Агнио, будет искать пятый угол, в то время как Хладнокровный Змей будет искать момент для убийственного удара. В принципе, эта схема уже не раз наблюдалась в боях с участием Сергея Ковалева. Может быть, в тактике избегания обострения и есть какой-то смысл для Седрика Агнио, потому что, в принципе, для того, чтобы нанести разящий удар, надо, в общем, остановиться, немножко упереться. Агнио заявил, что он покажет умный бокс. Посмотрим. Пока что, в общем, скрылся он за бруствером, что называется, и не высовывает головы. Всячески показывает, что раскрыть его будет довольно сложно. Ну, вот, видите, контратака. В боксе, в принципе, всякое бывает. Мы видели, как проигрывали бойцы соперникам, которые ниже их класса. Агнио, в общем-то, прям скажем, ну, совсем какой-то новичок в ринге. У него много боев на профессиональном ринге, еще больше на любительском. Он выигрывал золотые перчатки и штата, и страны. В общем, первый раунд, так, немножко в развалочку. Ковалев всегда действует неторопливо в ринге. До того момента, когда противник либо раскроется, либо неоправданно рискнет, либо Сергей сам его раскроет. Конечно, имея репутацию панчера, то есть, накаутера, можно вот так вот чрезмерно, что называется, уверовать в себя. Некрасивая картина, прямо скажем. Ну, вы уже поняли, что это был не нокдаун, а было явное нарушение правил. Удар ниже пояса. Вот сейчас в мировом боксе сложилась такая ситуация, когда на первый план вышли наши ребята. Причем они принесли на ринг тот самый бокс, которым раньше, кстати, российские боксеры не блистали. Вот сейчас мы видим таких парней, как Сергей Ковалев, Проводников, Головкин, Градович, или Градович, простите, за неправильное ударение, которые демонстрируют тот самый бокс, по которому и там в Америке уже соскучились. Бокс жестокий, бескомпромиссный и демонстрируют бокс с ударом. Поэтому вы можете себе представить, что сейчас половина, наверняка, русской диаспоры с восточного побережья, само собой, в этом зале, но там полно и американцев, которые уже поверили и полюбили этих ребят. Да, трудно будет его раскрыть. Агню что-то целит все время ниже ватерлинии, что называется, нехорошо. Когда я говорил о том, что попытка затянуть бой со стороны Агни, в общем, оправдана, может быть, в этом смысл есть. Потому что Ковалев-то, в общем, никогда в поздних раундах и не участвовал. Все бои его кончались раньше срока. Как он себя будет чувствовать там? Устанет ли он? Пока что пошла бомбардировка. Удар у Ковалева очень жесткий. Ну, нет, Сергей не метил низко. Рефери говорит, бей повыше, Сергей. Нет. Седрик просто отбил. В общем, очень разумной тактики придерживаются Агни. Очень осторожно действует. И очень вовремя отвечает. Видите? Вот сейчас уже просматривается это намерение действовать вторым номером в ответ. После своей атаки Ковалев задерживается возле противника. Да. Ну, вот что такое нокаутер. Нокаутер. Одно чистое попадание. Ну и как? А вот как. Бонг спасает, в общем, от разгрома Седрика Агни. Да нет, конечно, пробьет он эту оборону, этот щит. Без всякого сомнения. Сергей. Дэвид Джексон, тренер Сергея, недоволен. Недоволен, потому что пару раз Сергей проморгал ответные атаки противника. И пусть далеко не панчер этот самый Агни, но не надо забывать, это большие парни, метр восемьдесят рост, восемьдесят килограммов вес, скорость высоченная, любой удар, в общем, может быть фатальным. причем, если вы обратили внимание, какой был удар-то, который отправил Агни на пол. Удар левый. Это был, так сказать, не акцентированный, а просто дублирующий удар левой рукой. Да, надо отдать должное Ковалеву. Очень рациональный боксер. Сергей, стоп, 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 Сергей. Да, вот тут вот немножко опрометчиво бросился Агнию. Отпустил Ковалев его. В принципе, очень сложно пробить бойца, который, прежде всего, думает об осторожности. И надо отдать должное Агнию и его манера вот эта вот, которую он обещал, что он покажет. Умный боксер. Действительно, он действует по-умному. Очень осторожно. Ковалеву сейчас придется выдергивать противника на себя. Что там было? Просто падение? Да. Потому что в атаке, видите, ситуация какая. Приходится бить по защите. Ну что? В общем, тот самый бокс, которого ждали. С интригой, с напряжением. Сергей сейчас живет в Форт Лодердейл во Флориде. Шутит, что каждый день у него каникулы. Ну, еще бы. Белый песок, море. тренировка. каждый день тренировки и нагрузки, чтобы держать себя все время в тонусе и в спортивной форме. в общем, в общем, бой по-прежнему идет в среднем темпе. спешки нет. Бой чемпионский. 12 раундов. Дистанция достаточно длинная. Агнио, по-моему, очень неплохо готов физически. Да и морально тоже он прекрасно понимает, против кого он вышел. и не теряется. Мы с вами-то помним предыдущих противников Сергея Ковалева, которые зачастую выходили абсолютно деморализованные. Этот пока держится. Лево! 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 Сергей дергает противника в попытке раскрыть его. Лево! Ложная угроза атакой. Знает, где прятаться огнем. Чем ближе прижмешься к противнику, тем безопасней. Такой немножко односторонний характер бой приобретает. Немножко опасно головой пошел сейчас Агни. И, в общем, обратите внимание, почти 100% ударов Сергея Ковалева приходится по защите. И рассечение Сергея. Очень сложно снять защиту у этого самого Агню. Прямо скажем, очень дисциплинированный боксер. ГОЛО БОГРОВ. ГОЛО БОГРОВ. ГОЛО ВВЕРЫ edます. ГОЛО БОГРОВ. Вот этот момент. Вот этот дама в шляпе, это мать Седрика Агни. Главный его болельщик. Да, трудно, конечно, действовать против боксера, который ставит главную задачу не выиграть, а выжить. Вы стоять. Никак не удается вскрыть эту консервную банку, как когда-то говорил Тайсон. Да, пожалуй, нужно почаще бить по нижнему этажу, потому что начинай руке не уберет от головы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последнее предупреждение, говорит рефери, за удар ниже пояса. Пятый раунд. Последняя минута. Удивил Седрик Агни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, в психологическом плане он, конечно, очень хорошо готов, потому что он ни разу еще не проигрывал на профессиональном риме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для него бой против Ковалева – это вызов. Это, во-первых. А, во-вторых, способ сделать себе имя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек, который выстоял против такого страшного панчера – это уже репутация, что называется. Ну, посмотрим, чем там дальше кончится все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, сейчас в углу огню царит воодушевление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно многие бои с участием Ковалева уже кончались к этому моменту, к шестому раунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, надо что-то менять в тактике явно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раскочил и снова слева удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что это очень правильная манера начинать с нижнего этажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сил полно у Сергея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В принципе, чемпиону надо решать любую задачу уметь. Такая вот неожиданность. Боец, который практически не хочет ничего делать в раунде. Опасается раскрыться. Поскольку он все выдерживает, все еще не падает, то в общем может записывать себе это в актив. Как удачу. Вот и получается, что Сергей Ковалев тратит порох попуст. Никак не удается раскрыть. Агню пока что придерживается своей, прямо скажем, невзрачной тактики. Не очень зрелищной, но каждый воюет как умеет. Видите, стоит только чисто попасть хотя бы раз. Все поворачивается вот таким образом. Седьмой раунд. Пока что в ринге работает только один боксер. Вот с этого бы надо было и начинать еще и в предыдущем раунде. Ну что. Для Панчера главная задача просто попасть. Что Ковалев сейчас и сделал. Он подтвердил свою репутацию разрушителя. Которым его наградили в Америке. И, наверное, еще не было у него такого противника, как Цедрик Агнин. Такого осторожного, стойкого, хитрого. И у которого действительно было очень мало шансов на победу в этом бою. В общем-то, надо сказать, что Агнин. Да и Натан Клеверли, и кто там еще был у Ковалева. Это были просто ступеньки. Есть два-три имени. Не хочу сейчас их называть. Вы, кто любит бокс, сами знают этих бойцов. С которыми предстоит на ринг выйти Сергею Ковалеву. Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом в этой весовой категории. И там будет непросто. Там оппозиция будет весьма серьезная. И мы с нетерпением будем ждать этого момента. Видите, как относится к Сергею там. Публика его любит. Потому что он дает им то, ради чего они пришли в этот зал. Интригу, драму. В общем, все здорово. Ну, а Седрика Агнию не в чем упрекать. Он сделал все, что мог. Итак, седьмой раунд победа нокаутом. И все еще чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин Сергей Ковалев. Субтитры создавал DimaTorzok